В этом видео я объединила три своих видеоролика шестилетней давности. Шестилетней давности, понимаете, да? Это значит, что сделала я их шесть лет назад. И почему вдруг я решила их объединить и вам предложить? Да потому что иногда иностранцы, которые учат русский язык, меня спрашивают о некоторых явлениях, обычных для времён Советского Союза, но странных для тех, кто слышит о них сейчас. И когда меня об этом спрашивают, я думаю, а у меня же об этом видео есть. Но видео это довольно старое. А кто смотрит старые видеоролики? И вот сегодня я решила три таких видеоролика в один склеить и выложить на YouTube снова. Качество там, конечно, оставляет желать лучшего. Можно ещё сказать, качество не ахти какое, но думаю, что то, о чём я там рассказываю, что я там показываю, будет интересно. Добрый день, здравствуйте. Я обещала рассказать о талонной системе, которая существовала, которая была у нас в стране в начале 90-х годов. О том, как мы покупали продукты, ещё какие-то вещи по талонам. И вот, смотрите, вот это у меня так называемый талонный блок, который состоит из талонов на продукты. Это талонный блок на продукты. Талоны были введены у нас в стране в 1990 году, в декабре 1990 года. Почему были введены талоны? Они были введены из-за дефицита, то есть потому что продуктов было мало, продуктов не хватало. Магазины были пустые, в магазинах ничего не было. И вот 1 декабря 1990 года ввели талоны. То есть начали существовать вот такие талоны. На самом деле в разных регионах России были абсолютно разные талоны. И даже продукты, которым было можно купить по талонам, были разные. То есть были талоны на разные продукты. И выглядели талоны абсолютно по-разному. Это у меня талоны, которые были в Ленинграде, в Ленинградской области. Сначала в Ленинграде, потом в Санкт-Петербурге. Смотрите, значит, что здесь есть? Что мы можем видеть? Во-первых, написано «Ленгорисполком». Это значит «Ленинградский городской исполнительный комитет». Это администрация Ленинграда. Талонный блок на апрель 1991 года. То есть в апреле нужно было использовать эти талоны. Была такая система, что если, например, у вас есть талоны на апрель, вы должны купить продукты по этим талонам именно в апреле. Если вы в апреле не успели купить продукты, вы сами виноваты. Потом вы не сможете эти продукты купить, не сможете, как мы говорили, отоварить талоны. Товар – это то, что продают или покупают. И у нас было слово «отоварить талоны», то есть купить товар по талонам. Дальше, что здесь есть, давайте посмотрим. Это, я повторяю, для Ленинградской области. В других регионах были другие талоны, и другие продукты они покупали по талонам. Смотрите, например, колбасные изделия. Это могла быть колбаса или что-то похожее на колбасу. Дальше мясо или мясопродукты. То есть продукты из мяса. Вот этих вот колбасных изделий мы могли купить один килограмм в месяц. Один человек мог купить один килограмм колбасы в месяц. Мясо и мясопродуктов могли купить полтора килограмма. Да, один килограмм пятьсот грамм. Это могла быть курица, это могла быть говядина, это могли быть какие-то консервы. Дальше, смотрите, масло животное. Масло животное – это сливочное масло. И нам полагалось, мы могли купить пятьсот грамм сливочного масла. Полкилограмма масла. Дальше, смотрите, здесь у нас крупа или макаронные изделия. Крупа – это рис, это греча, другие крупы. Ну, макаронные изделия – макароны, лапша, вермишель. И крупы и макаронных изделий мы могли купить один килограмм. Дальше здесь мука. Вот это мука. Муки нам полагалось полкилограмма. Полкило – пятьсот граммов. Дальше смотрим здесь справа. Сахар. Я не нашла информации, сколько сахара мы могли купить. Поэтому не знаю, не помню. Масло растительное. Масло растительное – это в то время подсолнечное масло. Я не помню, чтобы в то время было какое-то другое масло. Но масло растительное – это и подсолнечное, и оливковое масло, и рапсовое масло, кукурузное масло. Вот это все называется талонным блоком. Еще у нас были талоны на алкоголь и на стиральные порошки и мыло. Если вы отрезали талон и приходили просто в магазин с одним талоном, вы не могли купить никакие продукты. Вот здесь написано, смотрите, отрывная часть действительно только в составе единого блока. Это блок. Отрывная часть – это часть, которую можно оторвать. Здесь действительно это значит действует, работает. То есть, если вы отрежете талон и придете к продавцу с этим талоном, продавец ничего вам не даст, ничего вам не продаст на этот талон. Вы должны были принести весь талонный блок, а продавец сам отрезал талон. Что здесь еще есть? Смотрите, вот серия, номер, печать и комментарий. Подделка, купля и продажа преследуются по закону. То есть, нельзя подделывать, то есть, делать фальшивые талоны. Нельзя их покупать и продавать. И если вы это сделаете, вас могут наказать. Если у вас были талоны, то это еще не значит, что у вас были продукты. Талоны нужно было отоварить. То есть, нужно было найти товар и нужно было их отоварить в течение месяца. Но иногда, очень часто, могла быть такая ситуация, вы приходили в магазин, а товаров не было. То есть, нужно было искать эти, например, продукты. То есть, если, например, нужно было купить мясо, и мы знали, что сегодня в магазин привезут мясо. Мы занимали очередь с утра. То есть, мы приходили рано, спрашивали, кто последний, узнавали, кто последний. Нам давали какой-то номер, мы записывали этот номер. И потом, в течение дня, мы ждали, когда же привезут этот товар. Иногда мы стояли в очереди вместе с друзьями. То есть, мы могли тогда уходить и приходить снова, чтобы следить за своей очередью. Ещё было такое понятие «отмечаться в очереди». То есть, если утром я заняла очередь, мне дали номер, через два часа я должна была прийти и сказать свой номер человеку, который главный в этой очереди. Он отмечал меня, отмечал, что я пришла, и я никуда не исчезла, не пропала. И потом, ещё через какое-то время, я тоже должна была прийти и отметиться. То есть, мы отмечались в очереди. Иногда отмечались по очереди с друзьями. Понятно, что если человек целый день работал, то ему было иногда трудно отоварить эти талоны. Понимаете? Кроме этого, если, например, мы стояли в очереди за мясом, это ещё не значит, что мы потом могли купить мясо. Потому что в магазин могли привезти не мясо. Могли привезти, например, какую-то импортную ветчину, консервы в банках. Или даже сосиски для хот-догов, где мяса совсем не было. Но так как мы знали, что, может быть, мы не найдём мясо в этом месяце, другого мяса, мы покупали эти консервы. Но талоны можно было, конечно, отоварить только в своём городе. То есть, если я получила эти талоны в Ленинграде, я должна была их отоварить в Ленинграде. Как я сказала, талоны были введены, начали действовать в 1990 году, в декабре 1990 года, и закончили действовать в 1992 году, когда уже не стало фиксированных цен, и талоны были не нужны. Например, сегодня я хочу рассказать о том, как мы покупали книги в то время. 30 лет назад, 40 лет назад. Вы скажете, что особенного, да? Какая проблема купить книжку? Конечно, сейчас никакой проблемы нет. Если сейчас мы хотим купить какую-то книгу, мы просто можем пойти в книжный магазин, да? Там всегда большой выбор. Или ещё проще, просто зайти в какой-нибудь интернет-магазин и поискать то, что нам нужно, найти книгу, которая нам нужна. Но совсем не так было во времена Советского Союза. Конечно, в книжных магазинах были произведения Ленина, были учебники, были такие книги, как «Целина» Брежнева. Были некоторые, не все, произведения русских классиков. Но далеко не любую книжку можно было так просто купить. Была другая возможность. Вы знаете, что такое макулатура? Макулатура – это бумага, которую уже использовали, которую можно переработать и сделать новую бумагу, которую можно будет потом использовать. То есть, например, старые газеты, которые уже не нужны, или какая-то ещё бумага, которую можно переработать. Это макулатура. Так вот, в советское время в каждом городе были так называемые пункты приёма макулатуры. И в этих пунктах приёма макулатуры не только принимали макулатуру, но ещё и выдавали абонементы на книжки. И вот, например, если я хотела купить какую-то книгу, которой не было в книжном магазине, я могла узнать, что в определённый день, в определённое время будут выдавать абонементы на эту книгу. С утра я должна была упаковать, завернуть 10 килограммов макулатуры, например, 10 килограммов старых газет или какой-то использованной бумаги, которая уже не нужна. И с этой бумагой должна была прийти к пункту приёма макулатуры. Обычно в такой день, в день, когда выдавались абонементы на книгу, около пункта приёма макулатуры, с утра уже собиралась очередь. Уже стояла очередь читателей, людей, которые тоже хотели купить книгу, абонемент на которую сегодня выдавали, выдавали в тот день. Я занимала очередь и ждала, стояла в очереди. В этот день выдавали определённое количество абонементов. То есть, например, если в этот день выдавали 50 абонементов, а я в очереди стояла 51-я, а я в очереди была 51-я, то не было смысла стоять и ждать. Но если я могла получить этот заветный абонемент? Я ждала, стояла в очереди. Когда подходила моя очередь, я сдавала макулатуру, сдавала 10 килограммов макулатуры, получала 20 копеек, 2 копейки за каждый килограмм, и получала абонемент на книжку. Например, вот какой-то такой абонемент. Вот у меня два абонемента. Что на этом абонементе мы можем увидеть? Здесь автор, название книжки и две марки. Видите? 5 килограммов и 5 килограмм. Они говорят о том, что 10 килограммов макулатуры я уже сдала. А здесь еще есть место, куда можно будет наклеить марки, когда я принесу еще 10 килограмм макулатуры. И вот я должна была потом в любой день принести еще 10 килограммов макулатуры, получить еще марки, наклеить еще марки на этот абонемент, и с этим абонементом пойти в книжный магазин. И вот в книжном магазине я могла отдать этот абонемент, и тогда я могла купить книжку. Абонемент, на который у меня был. Только так. Сначала макулатура, а потом уже книжка. Вот так вот мы могли купить книги во времена Советского Союза. То есть, как вы видите, это было совсем не так легко, как сейчас. Вы знаете, что это? Это автомат с газированной водой. Когда я училась в школе, в советское время, таких автоматов было очень много. Они стояли рядом с магазинами, в парках, на улице и в других местах. Эти автоматы работали с мая по сентябрь. То есть, начинали работать в мае и работали до сентября. Мы тогда не знали, что такое Кока-Кола, Спрайт. В магазинах был лимонад, газированный напиток. Но мы часто пили газировку, газированную воду без автомата. Вот вы видите, там были стаканы, обычные стеклянные стаканы. Можно было вымыть стакан прямо в автомате, опустить монету в одну или три копейки и получить свой стакан газировки, свой стакан газированной воды. За одну копейку можно было купить стакан газировки без сиропа, без сладкой воды, без сахара. А за три копейки можно было купить стакан газировки с сиропом. То есть, стакан газировки без сиропа стоил 1 копейку, а стакан газированной воды с сиропом стоил 3 копейки. То есть, выглядело это так. Моешь стакан, ставишь стакан, опускаешь свою монету в автомат, и автомат наливает тебе стакан газированной воды. Можно было даже получить стакан газировки с двойным сиропом, газированную воду с двойным сиропом. То есть, сделать так, чтобы в стакане было в 2 раза больше сиропа за 6 копеек. Тогда нужно было вынуть стакан, когда он еще не полный. Опустить следующую монетку и поставить стакан еще раз. Потому что автомат сначала наливал сироп, а потом уже просто газированную воду. Сейчас я думаю, почему мы не боялись, что стаканы могут быть грязными? Почему мы не боялись заразиться, заболеть? Мы просто не думали об этом. Думали ли об этом наши родители? Не знаю. Но я помню, что мы пили эту газировку очень-очень часто. И я ни разу, никогда не слышала, чтобы кто-нибудь заразился. Может быть, я просто не слышала об этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!